Эй, кто последним будет из страны уезжать? Выключите, пожалуйста, свет в национальном аэропорту. Так шутят белорусы. А теперь поговорим серьезно. Привет, меня зовут Яна, и я расскажу вам про то, из-за чего или из-за кого белорусы покидают страну и почему их не пускают назад домой. По данным МИД, с сентября только в Польшу из Беларуси выехало более 10 тысяч граждан. 5 ноября на совещании в правительстве Александр Лукашенко заявил, что уехавших за границу специалистов, в том числе врачей, не пустят домой. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать, уехал, назад не вернешься. Как итог, белорусские врачи, которые уехали или уедут в Польшу для лечения коронавирусных пациентов, не смогут вернуться обратно. Лукашенко сказал, что это не угроза, а приказ для правительства. С конца октября в независимые СМИ поступает информация о том, что белорусских студентов, которые учатся за границей и хотели попасть в Беларусь, не пускают на родину. Это не единичные случаи. Среди учащихся есть несовершеннолетние. Лукашенко утверждает, что границы с соседними странами были закрыты временно из-за огромной вспышки заболеваемости. И в этом нет никакой политики. И это при том, что в первую вспышку эпидемии правительство Беларуси тщательно эвакуировало своих граждан чартерными рейсами, даже из самых отдаленных уголков мира. Заявление Александра Лукашенко полностью противоречит закону. Конституция и закон о порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь для граждан Республики Беларусь четко определяет, что право на въезд нельзя ограничить ни при каких обстоятельствах. Этот же принцип закреплен и на международном уровне. Государства могут вводить принудительные меры из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Обязательное тестирование, карантин, самоизоляция. Но не пустить в страну своих же граждан это просто нонсенс с точки зрения права. В этой ситуации мы советуем гражданам обращаться в Государственный пограничный комитет с требованием предоставить письменный ответ на основании какого документа ограничивается въезд. На самом деле такого документа просто не существует. Если вас отказались впустить в страну на пункте пропуска, требовать письменное решение. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.